Якутия в мире Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире» и наш новый сезон начинается с очень интересного гостя из Франции Петра Винокурова. Пётр, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче и, во-первых, конечно же, поздравляем вас с Новым годом! Спасибо! Спасибо вам, что пригласили. Добрый день! Мне тоже очень приятно быть здесь. Традиционно мы просим наших гостей рассказать немного о себе. Я родился в селе Майя, в Вигене-Кангаласского улуса, и там провел детство. Я рос в очень творческой семье. Моя тётя Софья Баранова, актриса театра в Якутске. Дядя тоже был артистом, Лазарис Виключёв. Ну, то есть, и все мои тёти, они все очень музыкальные, творческие. И, соответственно, я тоже пошёл по их стопам. А где вы учились в Якутске? Я учился на факультете иностранных языков в ЯГУ, в тогдашнем ЯГУ. Пошёл изучать языки, но потом я понял, что всё-таки это не совсем моё. Спустя какое-то долгое время я пришёл в кинодеятельность, куда я хотел очень давно. И поэтому, живя в Москве, я пошёл на кинокурсы. С тех пор я понял, что это моя деятельность. И дальше, после этой школы, я решил продолжить обучение во Франции. А, здорово. То есть, благодаря учёбе, да, вы попали во Францию? Да. Ну, я долгое время работал просто в офисе, так скажем, да, в финансовой корпорации в области пиара. Вот, ну, я подумал, что я не хочу проводить свою жизнь с утра до позднего вечера, там, до десяти вечера каждый день работали, каждый день за компьютером. И я понял, что сердце завёл совершенно в другие места, в другие края. И вот тогда я решил, что пора кончать с этим и пошёл на кинокурсы в Москве. Здорово. Это очень, на самом деле, вдохновляет, потому что не у всех хватает, наверное, смелости, да, что-то поменять в своей жизни, ну, прислушаться к себе, на самом деле. Вот. И вот хотелось бы более подробно, наверное, о вашей работе, да, расспросить. Ну, видно, что она вам очень нравится, да. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Ну, я туда пришёл совершенно осознанно, я хотел творить. Ну, вообще, как бы, творческое начало, как бы, как я сказал, изначально было в нашей семье. Я всегда что-то создавал, там, музыку там сочинял, да, там, писал рассказы, сценарии короткие. Как бы вот это всё тянуло, и поэтому я вот всё-таки вот решил туда пойти. В работе мне нравится вот именно вот это вот творческое, вот, как бы, начало, да, то есть создавать именно, что-то творить и, возможно, ещё как-то донести какую-то мысль до аудитории. А что самое сложное в вашей работе? Сложное — это, когда мы, допустим, снимаем фильмы, это занимает очень много времени. То есть надо постоянно быть на чеку и продумывать каждую деталь. Какой стакан стоит на столе, какой цвет должен быть у шарфика, у главной героини, например, да, и так далее. То есть это каждую деталь надо продумать, движение камеры, свет и так далее. Поэтому это занимает очень много времени, подготовка особенно. Ну, я бы не сказал, что это очень сложно. Мне нравится этот процесс. Сложно, наверное, ещё это всегда искать какие-то средства для фильмов. Ну, для этого надо быть очень, как-то, не знаю, находить очень интересные идеи и сценарии, чтобы находились деньги. А так, в принципе, я пока ничего не нахожу, только у вас суперсложного для меня. То есть я получаю удовольствие от своей работы. Это здорово слышать. И, может быть, вы немножко расскажете о своих работах, каких-то вот фильмах, да, которыми вы гордитесь. И где бы вот наши слушатели могли их посмотреть? Я в основном работаю как бы для зарабатывания на жизнь, да, вот, например, ассистентом режиссёра, ассистентом продакшн-дизайнера и так далее. Ну, чисто для жизни, да, то есть как бы я не выступаю в них в качестве режиссёра. В качестве режиссёра у меня в основном короткометражные фильмы и один полнометражный документальный фильм. И посмотреть их пока нигде нет возможности, потому что многие работы, они крутятся на фестивалях, и там обычно требования очень строгие, да, по поводу статуса премьеры этих фильмов. Старые фильмы я ещё не выкладывал, ну, наверное, надо выложить, потому что уже многие очень спрашивают, вот. Ну, я обычно, когда мои знакомые и друзья спрашивают, я им даю ссылку и породят. В этом случае можете ко мне обращаться. Всё очень индивидуально, да? Угу. А теперь хотелось бы немного, наверное, узнать о такой замечательной стране, как Франция, да. У каждого человека есть свои представления, да, о данной стране, и по большей части они такие романтические какие-то вот такие или исторические, да. Что бы вы хотели, наверное, рассказать тем, кто нас слушает об этой замечательной стране? Вот, вашими словами. Мне нравится Франция, я выбрал её не просто так. У меня было несколько вариантов уехать в Англию, в Лондон. То есть, я когда подавал заявку на киношколы в разных странах, меня приняли практически везде. Ну, в большинстве случаев надо было просто платить деньги, и тогда как бы вот там это минимум экзаменов. В некоторых случаях надо было пройти строгий отбор. В Лондоне, в Нью-Йорке, в Праге, в Барселоне и в Париже. Но я выбрал Париж, потому что, во-первых, мне это было доступно по финансам. Лондон и Нью-Йорк были очень дорогие. Школа, которую я выбрал, она была более-менее известна. Ну, и плюс Париж, конечно же, этот город сам творческий, да, он такой сам центр притяжения всех артистов мира. Туда приезжают очень многие режиссёры, художники, артисты вообще со всего мира. Вот, например, Уэс Андерсон, например, он живёт там в Париже, да, Натали Портман живёт в Париже. Ну, вот страна очень хорошая, красивая, город Париж очень красивый. Я живу практически в центре, в районе, где находится Эйфелева башня. Что можно сказать? Там прекрасная еда, вина очень хорошая, сыры и так далее. Она ещё хороша тем, что она даёт свободу творческим людям и даёт всякую подпитку им. Например, даются какие-то, ну, скажем, субсидии, да, например, людям в творчестве или люди, которые работали там какую-то часть года, а потом не смогли найти работу. Государство им платит такую же зарплату, которую они получали в течение полугода, например. Пока муза не найдётся, например, да, вот государство тебя обеспечивает. Плюс ещё в Париже, ну, в частности, да, потому что я там живу, очень много всяких разных агентств, всяких продюсерских компаний, музеи, галереи и так далее. То есть там всегда можно найти какую-то вот такую творческую подпитку. В этом плане очень хорошо, и люди очень такие спокойные и радостные. То есть, получается, Франция — это то место, где можно постоянно, наверное, ну, не постоянно, но можно находить вдохновение и при этом ещё какую-то вот базу для претворения этого вдохновения в жизнь, да, получается? Да, конечно, и плюс, допустим, я не могу говорить про разные, про другие сферы, но в кино, например, там индустрия очень развита, то есть работу, в принципе, можно найти, и не то чтобы без проблем, но можно найти. Ну, надо, конечно, знать язык, вот, ну, у меня французский, он сейчас уже хороший, а вначале было очень сложно, например, надо знать французский. Сейчас я нахожу работу и с французским языком, и с английским, когда работаю, например, на международных проектах. По поводу кино я хотел сказать, что, ну, киноиндустрия во Франции, она огромная, конечно, там в год снимается до 400 фильмов в год, то есть это каждый день по новому фильму, да, выходит. Вот, и в этом плане, как бы, люди поддерживают, сама аудитория, сами жители поддерживают эту индустрию. Люди ходят в кино, и эта отрасль развлечений, она очень востребована наряду и с театрами, и с музыкой, и так далее, да. Ну, вообще, Париж вообще славится тем, что там находится огромное количество кинотеатров, и он занимает первое место в мире по количеству кинотеатров на душу населения. Там существуют кинотеатры с 20-х годов прошлого века, то есть вообще сначала эпохи кино, вот, то есть такие маленькие, такие камерные, старинные кинотеатры, которые показывают разные фильмы, не только, как бы, да, вот, которые современные, но и они как-то немножко даже отличаются по жанрам, да, то есть эти маленькие кинотеатры, которые показывают в основном какие-то архаусные фильмы или специализирующиеся на фильмах из Восточной Европы или из Ближнего Востока и так далее. Ну, то есть на любой вкус. Раз упомянули про фильмы из разных стран, да, из разных точек Земли, хотелось бы узнать, говорите ли вы о якутском кино, да, и в целом, что вы рассказываете своим коллегам, своим друзьям о Якутии? Да, конечно, мы говорим про Якутии, потому что люди всегда интересуются, кто я и откуда, да. Как правило, большинство людей, конечно, не знают, что такое Якутия, они знают, что такое Россия и Сибирь, вот, ну, и, как бы, я им рассказываю, что, что и как, да, естественно, вот. Они очень интересуются, они очень любопытные в этом плане. Ну, кстати, вообще французы очень часто ездят в Якутию, они, в частности, документалисты, да, они сюда, в Якутии приезжают достаточно часто по сравнению с другими нациями, да. И вот недавно, например, я переводил с якутского на русский язык, правда, не на французский, а на русский язык переводил французам, которые снимали про якутские пожары, вот, прошлым летом. И сейчас они вот работают антажем этого фильма. Очень интересуются, да, меня даже пару раз приглашали, там есть институт иностранных языков, где изучают русский язык, в частности, и я давал лекции по поводу якутского кино, вот, да, на русском языке, да, потому что там студенты изучают русский язык. Да, и у нас есть группы якутской диаспоры во Франции и по Европе тоже есть, а, да, и в Фейсбуке тоже есть у нас группа, которая вообще обитняет всех якутян со всего мира. Да, мы общаемся, вот, правда, до пандемии, это было еще много лет назад, там, не знаю, года три назад, четыре назад, там мы проводили эсэх на востоке Франции, приезжали люди со всей Европы, даже приехали из США, из Индонезии приезжали. Вот, якутяне, многих из них я там впервые увидел, ну, очень такие интересные люди, некоторые из них тоже творческие. Общаемся, да, конечно, вот в Париже тоже, я знаю, примерно человек, может быть, пять-шесть точно есть, ну, говорят, еще кто-то есть, я еще пока не знаком с ними. Есть ли вот такое понятие, как ностальгия по малой родине? Да, конечно, есть, ну, для меня она большая родина, вот, по мере возможности я хочу приезжать сюда как можно чаще. Да, я скучаю, но вот особенно, почему я скучаю, я даже не знаю, это по всему, да, вот, не только по идее, да, вот, как обычно говорят, но и по воде, по воздуху, не знаю, по всему, да, вот, по самой атмосфере вот якутской жизни. Ностальгия, да, по Якутии, любовь к ней помогает ли как-то вот в творческом процессе? Да, конечно, вот я, например, вот прошлым летом приезжал и снял два короткометражных фильма здесь, в Якутии, и идеи я получаю, получал именно, получил именно здесь, в Якутии, да, вот, это вот. Вот один фильм я снял по мотивам рассказа моей тети Софии Барановой, а другой фильм по рассказам моей мамы Раисы Сергеевичевой. И, ну, то есть, как бы, здесь, конечно, можно найти кучу идей и вдохновения. Ну, как говорят, что обычно все, допустим, режиссеры или там сценаристы, они получают в первую очередь вдохновение из своей личной жизни, да, потому что это больше всего им знакомо и так далее, да, то есть, какие-то проблемы и там боль и так далее, что существовало в твоей жизни, оно может вылиться потом в виде сценария. Можете ли поделиться некими планами, да, вот так как сейчас уже все планируют 22-й год, летие Якутии и так далее, было бы интересно. Ну, я сейчас работаю, кстати, преподавателем режиссуры в Париже в частной киношколе, буду продолжать там преподавать, там учатся студенты из разных стран, вот, из Франции, из Африки, из Индии и так далее. Я там буду продолжать работать, плюс у меня есть собственные проекты, которые я хочу воплотить в жизнь. Посмотрим, сейчас я пишу как минимум два сценария, вот, которые буду воплощать, не знаю, вот. Один сценарий точно связан с Якутией, вот, и если получится, то приеду в Якутию снимать. Спасибо большое, Пётр, спасибо огромное, что ответили на наши вопросы, желаем вам в Новом году крепкого здоровья, конечно же, и претворения всех планов, пусть вас ждёт удача на вашем творческом пути, и, может быть, пару слов пожеланий нашим слушателям. Спасибо большое, вас также с Новым годом, это всегда как-то волнующе, да, вот, Новый год, такой вот раздел, надо войти в новую жизнь с новыми надеждами и так далее, проектами. Я пожелаю всем идти только вперёд, и надо ставить только самые высокие цели, не надо ограничиваться какими-то мелкими желаниями. Ставьте самые высокие цели, вон стоит гора, надо туда подняться, а вот за той горой целый мир. Спасибо огромное, Пётр. Дорогие друзья, я напомню, что у нас в гостях был Пётр Винокуров из Франции. Дорогие друзья, от имени нашей творческой команды Екатерины Голиковой, Савины Даниловой и Галины Жентринской поздравляем всех вас с Новым 2022 годом. Надеемся, что данный год принесёт нам много интересных гостей и замечательных новостей, и надеемся на самое лучшее. Этот год юбилейный, в этом году мы празднуем столетие нашей республики, в этом году пройдёт первый форум соотечественников в республике Саха-Якутия. Мы надеемся, что в этом году будут заложены новые основы для развития нашей республики. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Спасибо. Якутия Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце, родиной. Другим – что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья. Якутия Якутия